Ольга Владимировна Зовская. Октября 1883 года. Москва. 2 июля 1962 года. Ленинград. Известная актриса театра и кино. Биография. Родилась в семье чиновника московской таможни пульского происхождения. В 1905 году окончила театральное училище при Малом театре и 1 сентября 1905 года поступила в Малый театр. Служила в театре с 1905 по 1910 год. Играя в Малом театре, Зовская брала уроки у Станиславского. В июле 1908 года вышла замуж за Венелидова управляющего труппой Малого театра. В 1908-1909 гастролировала по городам России. В 1910 году перешла в Московский художественный театр. В 1917 году вернулась в Малый. С осени 1919 года преподавала в Шаляпинской студии и в оперной студии Большого театра. Концертировала. Летом 1920 года выступала на фронте с концертной программой. В ноябре 1920 года со своим мужем, актером В. Гайдаровым и еще с несколькими артистами МХАТа уехала за границу. Это произошло довольно неожиданно. Никто из актеров не готовился к отъезду. Они гастролировали по Украине, но гражданская война в 1919 году отрезала их от Москвы. Люди стали пытаться как-то выжить. Постепенно к нам присоединялись другие московские артисты, оказавшиеся также отрезанными в других частях страны, в том числе и несколько актеров труппой Синельникова. В итоге возникла довольно многочисленная группа известных театральных деятелей, куда входили, помимо Зовска и Гайдарова, Алла Константиновна Тарасова, Василий Иванович Качалов, его супруга Н. Н. Литовцева, Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, М. Н. Наблотская, ее муж-актер-путь театра, Н. Ума Солитинов, Юрий Ракитин, Владимир Жедринский, М. Акрыжановская, М. Н. Германова, Е. Н. Рощина-Инсарова, Петр Федорович Шаров и многие ДР решили держаться вместе. Об этом эпизоде жизни родителей истории МХАТа писал Вадим Шверубович, сын Качаловой Литовцевой. Наталья Вагапова, историк театра, автор книги «Русская театральная эмиграция» в Центральной Европе и на Балканах, Спетербург. Издательство «Алитея» работало в Эстонии, Латвии и Литве, Чехословакии, Югославии, Польше, Германии, где совместно с мужем организовала киностудию, но не будучи профессиональными предпринимателями, не сумели содержать ее. В Берлинском городском оперном театре в 1926 году Зовская поставила «Пиковую даму» по Ичайковскому. По возвращении 1932 года в СССР работала в концертных организациях Москвы. В ноябре 1934 переехала в Ленинград, где продолжила концертную деятельность и постановила несколько литературных композиций. В 1939 была пришла в Ленинградский театр Ленинского комсомола, но в связи с началом войны эвакуировалась в Новосибирск, где продолжала театральную работу, поставив спектакли «Самадурой» к «Гальдоний», «Домик», «Черкизови» А.Н. Арбузова. В марте 1943 поступила в Ленинградский академический театр драмы М.А.С. Пушкина, где работала до 1956, кроме того, руководила кружками художественной самодеятельности «Дома ученых» клуба «Моряков ИДР». Перешла в конце жизни на педагогическую работу, похоронена в Г.Москве на Введенском кладбище. Роли. В Пигмалионе, Б.Шоу, бабушка Арсеньева, снималась в кино, Мара Крамская, Лена Роккотова, дочь помещика «Ураган», Панна Мэри, 1916, в 1917 снялась в картинах «Шквал», 1917, ее жертва, 1917, и тайну поглотили волны и смертим была суждена «Не надо крови», 1918, Дженни Йола, 1918, 40-го воровка «Любите жизнь», Псиша. Степные песни, роли в зарубежных фильмах, интриги «Мадам Паммери», «Жулик против воли», книга «Зовская в пути и перепути», портреты, статьи и воспоминания об Паве Зовской, Всероссийское театральное общество МВТО, 1976, 432 секунды.